Здравствуйте! В эфире программа «Норильские новости» в студии Надежда Балдакова. Смотрите в этом выпуске. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Больше полусотни человек утонули с начала сезона в Красноярском крае. Это происходит из-за того, что люди купаются в местах, которые не оборудованы для этого. В Норильске мест для купания нет. Тем не менее, горожане в жаркую погоду отправляются к водоемам. Озеро – долгое, излюбленное место отдыха норильчан. Однако не стоит забывать, что это технологический водоем. Он не подходит для плавания. Загорать, отдыхать, принимать солнечные ванны на берегу можно, но в воду заходить нельзя. За нарушение закона грозит ответственность в виде предупреждения или штрафа. От 500 до 3 тысяч рублей для физических лиц, от 5 тысяч до 10 тысяч рублей для должностных лиц и от 20 тысяч до 30 тысяч рублей для юридических лиц. В минувшие выходные прошло совместное рейдовое мероприятие сотрудников отдела МВД по Норильску, Управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и Управления по правопорядку администрации города. Рейды проводят регулярно. В ходе последнего проверяющие составили один протокол. Учитывая, что по периметру территории на озере Долгом установлены запрещающие таблички, которые предупреждают граждан, что купаться в данном водоеме запрещено, просим обратить особое внимание. Осенью медики должны привить от гриппа 60% населения каждого региона страны. Соответствующее постановление об иммунизации опубликовал Федеральный Роспотребнадзор. Особое внимание, согласно документу, необходимо уделить людям, входящим в группы риска. В частности, тем, кто работает с животными и птицами. Среди них процент иммунизации должен составлять не менее 75. Отмечу, с 1 августа в регионы начнут поставлять новую вакцину от гриппа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко. Вакцина обновлена под актуальные штаммы вирусной инфекции. Норильские полицейские прикрыли подпольный и горный клуб в Толнахе. Он работал в здании на улице Бауманской. Как рассказали правоохранители, с целью конспирации доступ в подпольный клуб имел лишь ограниченный круг лиц. Полицейские установили, что организатором незаконного бизнеса является 31-летняя местная жительница. Во время осмотра места происшествия оперативники изъяли из помещения 10 компьютеров и денежные средства. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр». Злоумышленница грозит до двух лет лишения свободы. В России хотят ужесточить наказание за мелкое взяточничество. В Госдуму внесен соответствующий законопроект. Он предполагает усиление уголовной ответственности за мелкое взяточничество и мелкий коммерческий подкуп. Размер взятки или коммерческого подкупа при этом не должен превышать 10 тысяч рублей. В случае принятия законопроекта взяточникам будет грозить до трех лет лишения свободы или до четырех лет ограничения свободы в зависимости от квалифицирующих признаков. Еще одна мера наказания – конфискация имущества. По действующему законодательству она не предусмотрена. Однако ее введение позволит компенсировать ущерб потерпевшим, отметился автор поправок, председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Депутат добавил также, что зачастую подобные преступления приобретают характер криминального бизнеса. Отдельные лица, объединенные в организованную группу, методом регулярных поборов набирают суммы, сопоставимые с крупными взятками, по сути прикрывая таким образом более серьезные преступления. Норильчане успешно освоили фридайвинг. Местом для первого полноценного глубокого погружения стало озеро Кунжевое. Опустившись на его глубины, спортсмены завершили заключительный этап первого обучающего курса по фридайвингу. Нырнуть на глубину 15 метров, да еще и без кислородного баллона. Такие экстремальные заплывы можно попробовать во фридайвинге. Его основное отличие от привычного всем дайвинга именно в том, что погружение на глубину происходит только за счет естественного запаса воздуха в легких. Приобщиться к фридайвингу норильчане могли на озере Кунжевое. Там завершился третий, заключительный этап первого обучающего курса по этому виду спорта, организованного в рамках совместного проекта Агентства развития Норильска и Федерации фридайвинга. В течение трех дней для норильских фридайверов проводились семинары, практические погружения и аттестацию. Инструкторы, мастер спорта и чемпион России Дмитрий Соколов. Личный рекорд ныряния – 100 метров подо льдом Байкала. И его ассистент Юлия Аболкина. Личный рекорд – нырок на глубину 43 метра. Мы ныряем и погружаемся без аппаратов дыхания, без сжатого воздуха. Мы только на естественных возможностях нашего организма. То есть, можно сказать, на одном вдохе происходит погружение под воду. И так же и выныриваем. Перед погружением на глубину были тренировки со специальной разминкой и дыхательной гимнастикой. Новоиспеченные фридайверы узнали, как погружаться в паре, как работают некоторые системы организма и как защитить себя от баротравмы при увеличении глубины. А также отработали алгоритм спасения своего товарища с глубины 6 метров. Чемпион России Дмитрий Соколов подчеркивает, во фридайвинге погружение происходит не только на глубину, но и вглубь себя. В этом виде экстремального спорта важно уметь отстраняться и сосредотачиваться на процессе. Вода непрозрачная и, соответственно, остается смотреть только внутрь себя. Результаты отличные. То есть, все поставленные задачи и рубежи пройдены. Ни с первого раза, ни по щелчку, но благодаря инструкторам все получилось. Здесь ты погружаешься в свои ощущения, здесь отдаешься каким-то своим переживаниям, уходишь в себя и больше начинаешь понимать свое тело, управлять им, контролировать его. Тут надо быть в такой гармонии с собой, иначе не получится даже малого нырка. Норильчане оказались не из трусливых, и нырок на 15 метров, необходимый для получения аттестации, преодолели с легкостью. Теперь у норильских фридайверов три сертификата системы обучения Молчановс Систем. L1, L2 и V1 – открытая вода. Все они уже этой осенью смогут принять участие в соревнованиях по фридайвингу на озере Лама. Отмечу, проект по развитию фридайвинга на Таймыре реализуется при поддержке компании «Норники». Фридайвинг в Норильске! Ура! Семинар закончен! Надежда Балдакова, Норильские новости. Благоустройство городского озера оценили не только люди, но и утки. Целая семья, мама со своими утятами, поселились в водоеме. Сейчас уже непонятно, когда началась эта утиная история. Семья из мамы и детей живет на городском озере по меньшей мере месяц. Мы насчитали выводок из как минимум четырех утят. Все упитанные и довольные. Еще бы, погодой Норильск балует, а еда сама плывет им в клювике. Водоем просто кишит мальками. А если рыбалка не удастся, то можно полакомиться насекомыми – мухами, мошками и шершнями. Надо любоваться уточками издали параллельно, стараться их не тревожить. Потому что они считают своим домом, и кто-то их смущает в их доме. Конечно, они будут несколько озадачены, потому что они привыкли к тому, что тот, кто их беспокоит – это хищник. Песец или хищная птица. Поэтому, конечно же, они же не понимают, что мы к ним с хорошими намерениями. Тем не менее, даже подкарабливать нет смысла. А утята должны научиться естественным образом себя обеспечивать. Для этого существует мама, которая их, собственно говоря, и учит всем премудростям утиной жизни. Можно отследить путь семейства к уютному берегу. В начале июля в социальных сетях норильчане стали делиться видео, на котором, предположительно, эти утята под предводительством мамы переходят дорогу и гуляют по улице Звенягина. Тогда-то жители и предположили, что утиное семейство переезжает жить с озера Долгого на озеро Городское. Там пернатые чувствуют себя в своей тарелке. Как говорит эксперт, для Норильска такие обитатели не редкость. Это шилохвость и таймыр – их привычная среда обитания. Горожане приходят на городское озеро вместе со своими детьми, чтобы показать им уточек. Однако, не стоит пытаться напугать птиц или словить их. Ведь кто знает, когда закончится благоустройство городского озера, возможно, здесь будет еще много таких же семейств. Как только птенцы окрепнут и будут способны летать на длительные расстояния, они с мамой отправятся на юг, говорят зоологи. А пока жители могут с удовольствием любоваться и наблюдать за жизнью утиного семейства. Екатерина Алексеева, Евгений Журнов, Норильские новости. И к этому моменту у нас все. Сообщайте ваши новости по телефону 34 32 32. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все выпуски новостей и сюжеты вы всегда можете найти на нашем ютуб-канале и на сайте Норильск.тв. С вами была Надежда Балдакова. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова